Обшарпанное общежитие на окраине Менделеевска. Здесь Дмитрий Федоров жил с женой и двумя детьми. Отсюда же ездил каждый день на работу в Челны. По словам подруги семьи, парень работал много, а вот денег домой приносил с каждым месяцем все меньше. Зарплата упала резко. Он работал очень много, потому что, вы знаете, по 12 часов работы, все работы с каждым день это очень тяжело. Он с ночи приходил обратно на работу, шел, потому что в первую семью он даже толком не спал, сутками жил, можно сказать, на заводе. Приблизительно 18 где-то выходило. Это за 360 часов, это очень малый зарплат. Произошедшее стало полной неожиданностью для всех знавших парня. Друзья покойного подтвердили. Дмитрий жаловался, что стал меньше зарабатывать, рассказывал о неурядицах в семье, много средств уходило на погашение кредитов, но на самоубийство молодой человек никогда бы не пошел, считают они. Короче, как мы поняли, он не сам. Мы помогли. Почему его так решили? Потому что тетка его, когда с ним пришла на заводе, она сказала, что он стоял на носочках, а рядом лежал нож. И была ступенька рядом, и рука вот здесь была. Если бы он хотел, если бы он, ну, короче, если руку уже засунул, значит, явно не сам. А раз передумал, значит, мог на ступеньку опереться. На КАМАЗе Федоров проработал 6 лет. Слесарь 5-го разряда был на хорошем счету. Трагедия произошла в гидростанции литейного цеха. Версию о том, что молодой человек повесился, получив расчетку по зарплате, на предприятии также отвергают. По словам руководства КАМАЗа, зарплату слесарь получал достойную. Цитата из комментариев Олега Афанасьева, руководителя пресс-службы КАМАЗа. Чтобы не было никаких кривотолков, поясню про зарплату. За сентябрь он заработал 38 тысяч, за октябрь 25 тысяч. Но при этом две недели был в отпуске. Спи спокойно, дорогой брат. Мы тебя любим. Мы всегда поддерживаем и твою семью. Всегда поддерживаем твоих детей. Мы будем помогать. Предсмертной записки Дмитрий не оставил. Так что пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Булатыш Мухаммедов, Телеканал Эфир.